Сейчас заканчивается первая декада апреля, весна наступает и уже тепло приходит по-настоящему. Росада уже находится на лоджии, она отстала довольно прилично из-за пасмурных дней, но сейчас уже потихоньку догоняет. И сегодня я провел ревизию остатков своего лука репки. Я выращиваю свой собственный лук репку, хранится он довольно хорошо и урожая как правило хватает. Лук используем без ограничений, до той поры когда появится уже первый зеленый лучок, а это в начале мая уже лук батон, первые перышки выбрасывает. Я думаю вот этого лучка должно хватить, но если немножко не хватит ничего страшного. Что можно сказать, весь лук хранился довольно нормально. Вот это лучок штутгарденризен, вот такие луковки. Вот эта луковка средняя, обычно средний лук хранится лучше всего, вполне нормальная луковка. Вот это даже покрупнее, тоже хорошая луковица. Тут и другие сорта, и стурон, и центурион. Некоторые луковки, правда, немножечко вот как бы начали подсыхать, но зато они крепкие, ничего страшного в этом нет, вполне пригодны. Еще даже сохранился белый лучок, вот этот стардаст, еще вот пара головочек есть. Очень хорошего вкуса лучок, тоже его можно использовать. И вот у меня еще осталась одна, как-то я ее пропустил, не израсходовал, одна головка красного лука Red Baron. Сивок на этот сезон я уже купил, это проверенные сорта, ну и некоторые сорта новые. Купил сивка побольше, чем прошлый сезон, и правильно сделал, потому что в прошлом сезоне можно было бы немножечко и побольше лука вырастить, потому что кончится он, я чувствую, уже очень скоро. То есть в апреле этот лук будет весь израсходован. Можно было бы еще некоторые запасы медь, потому что он и в мае пригодится, и в былые времена, когда я побольше иногда выращивал лука, то мне его хватало и до июля месяца. Ну а в целом ревизия показала, что лук довольно неплохой, хранится хорошо. Практически плохих луковиц я и не выбрасывал, ну может всего штучки 2-3, и то в основном они из-за того, что пересыхали. Ну а такие некоторые отклонения, как вот здесь, например, шелуха у лука отошла. Но луковица крепкая, если ее разрезать, она вполне будет пригодна. Ну а в конце могу признаться, я люблю свой собственный лучок, всегда его выращиваю достаточно много, и в этом сезоне буду выращивать еще больше. Чтобы мне его хватило, если не до нового урожая, ну хотя бы близко к этому. Вот такой замечательный лучок. И красивый, и вкусный, и полезный. Ну как его не выращивать? Рекомендую всем огородникам выращивать свой собственный лучок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!